Истина открывается, когда смотришь на совершенные вещи. Смотри как просто. Заходи на ватшоп, авторизуйся, закинь немного деньжат, крутани рулеточку и получи свой танк. Заходи скорее! Скидка 30% действует ровно день! Ссылка в описании. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Маракэси. Сегодня я хотел бы показать вам шикарный бой на танке Бочтильон 25 тонн. Бой произошел на карте Эль-Халуф. Игрок сразу же отправляется в атаку на стандартную позицию. В общем-то почти во всех нагибаторских боях на этой карте игрок едет именно сюда. Что в общем-то говорит о эффективности этой позиции. Так что на СТшках, особенно на барабанных танках, занимайте эту позицию. Удалось тут сбить гуслю. Далее игрок промазал по ИС-7. Еще один враг выскакивает Т-10. Удалось его пробить. Еще один неприятель выскакивает М-103. Удалось два раза нанести ему урон. И в итоге вполне неплохой результат. Четыре из пяти снарядов удалось реализовать. Вообще Батчат это такой танк, на котором реализация снарядов это в общем-то самое важное. Если вы будете стрелять куда попало, будете там реализовывать из барабана два, ну может быть три снаряда, то это в общем-то будет не особо эффективно. Но если реализовывать четыре или пять снарядов тем более, то тогда Батчат это действительно машина смерти. Но не стоит забывать в общем-то, что танк обладает небольшим боекомплектом. Поэтому если мазать, то снаряды могут в конце боя стремительно закончиться. Хотя почти во всех нагибаторских боях в общем-то под конец боя снаряды заканчиваются. Приехал тут вражеский Т-110Е5. Игрок пробивает его в НЛД. Но далее противник прячется. Ехать за ним слишком опасно. Но все-таки броня явно не на стороне нашего героя. И игрок решает отступить. Тут он вообще чуть не перевернулся. Но повезло, что разработчики теперь сделали все танки неваляшками. Теперь они с большим трудом переворачиваются. Я еще лично не видел, чтобы хоть какой-то один танк перевернулся. Чисто там случайно. Как-то заехав на рельеф местности. Игрок занимает весьма важную позицию. Он в принципе сделал все верно, что отступил. И теперь с этого угла отлично пробивает неприятелей в уязвимые борта. Наш герой уходит снова на КД. По-прежнему требуется помощь союзникам. И наш батчат это понимает. Он ждет перезарядки. И надеется, что союзники смогут подольше продержаться. И вот, КД подходит к концу. Игрок начинает разряжать свой барабан. Забирает М103. Переключается на Ягдтигра. Наносит ему урон в корму. Конечно, в такие моменты получаешь действительно истинный кайф от игры. Удалось реализовать в итоге весь барабан. Но не с полным уроном. Но все равно круто. И наш герой в очередной раз уходит на перезарядку. И пока что враги явно побеждают на этом фланге. Несмотря на все усилия нашего французского дружка. Итак, батчат заходит в корму Т10. И начинает его разбирать. Как же игрок эффективно использует свой барабан? Браво! Просто нет слов, как он все грамотно сделал. Но удалось тут каким-то чудом избежать урона от объекта 268. Но это батчат, что тут сказать. Брони как бы нету. Но такие вот непробития почти в каждом бою. Игрок замечает, что приехал на базу тут объект 140. Но его, в общем-то, удается быстро уничтожить. И наш герой думает, на кого же дальше теперь напасть. Вроде рядом тут был объект 268. Но тоже весьма уязвимая цель. И можно попробовать атаковать именно не его. Рядом еще союзник Т10. Если что, он должен помочь. Приезжает тут Як-Панзер Е100. В квадрат В2. И, похоже, союзному ИС-7, в общем-то, конец. Но, тем не менее, удалось тут грамотно уничтожить объекты 268. Остается всего-то 5 снарядов. Конечно, этого недостаточно для того, чтобы разобрать Ягу. И требуется помощь Т10. Он хотя бы должен сейчас пробивать нормально. Два кумулятивных снаряда вполне могут быть эффективны против большой неповоротливой Яги. У которой много уязвимых мест. Игрок аккуратненько выезжает и начинает пробивать Ягу в щеки. Ну и отстреливает эффективно два этих снаряда. Остается только использовать подкалиберные снаряды. Три штуки их. Немного, конечно же. Яга отвлекается на Т10 и поворачивается на него. У Бачата появляется шанс. Он заходит сзади к Яге и как раз подходит к концу перезарядка. Но нужно, чтобы Т10 хотя бы разок пробил. Игрок дамажит Ягу в корму. Отлично ее пробивает. Но Т10 не наносит урона. Похоже, он вообще фугасом стрелял. И это печально. Не хватает урона для того, чтобы забрать Ягу. И боекомплект, к сожалению, пуст. И единственное, что остается Бачату, это ретироваться. Еще непонятно, где вторая ПТ-САУ Т95. Может быть, она где-то на базе засела. И тогда совсем все будет прискорбно. Бачат решает поехать на базу. Естественно, сейчас единственное, что светит, это взять базу. Ну или просто сводить бой к ничьей. Просто ездить по карте. Но этот вариант не особо приятный для нашего французского друга. И поэтому игрок выбирает самый оптимальный вариант. Он берет базу. К сожалению, снарядов у Бачата немного. И они под конец затяжных боях часто заканчиваются. И игрок берет базу. Все он правильно сделал. Но где же враги? Они могут быть уже рядом. Ну, конечно, они очень медлительные. И непонятно, в общем-то, где Т95. И вся надежда на то, что они не успеют. Но, в принципе, уже остается немного времени. Засвечивается Яга. Игрок успел спрятаться за дома. И самое смешное, что Т95 под конец боя дополз до базы. И начинает ее брать. Зачем? Я не знаю. Он, видимо, шутит так. Весь бой полз до базы. И захватывает ее тогда, когда это уже совершенно ни к чему. Итак, танкист-снайпер. Основной калибр. И захватчик. Отличный бой получился. 10 097 урона. 5 фрагов. Жаль, не хватило снаряда до воина. И 3 458 урона. Игрок нанес с расстояния свыше 300 метров. Ну и, в общем-то, получился отличный бой. Спасибо, друзья, за просмотр. Буду рад вашему лайку. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!